приветствую мои дорогие земляки здравствуйте я сменил на этом стульчике саналов бушево он только что у олега викторовича петкиева брал интервью ну я напросился потому что прочел вчера в газете холмгун статью в которой без геляна басхамжиева поседатель правительства нашего геляна герасимовна развенчивает мифы и знаешь в один из мифов я попал самый мне как говорится стало немножко обидно поэтому не хотелось бы составить наш с тобой ответ тюберлену как говорится ну ответ тюберлену это такое расходное выражение это был такой пример министр в великобритании до войны двадцатый год ну как они и советская россия это он когда-то что-то советскую россию обвинял чем-то и советская россия ноту протеста он давал а советская россия ему выдала ответ и назывался он от наш ответ тюберлену вот поэтому мы и будем сейчас отвечать ну вот эта статья честно говоря я с гелян герасимны однажды знакомился ну по моему лет пять это уже прошло она еще работала в астрахани была замом министра экономики астраханской области оставила у меня очень хорошее впечатление такая милая девушка была сейчас наверное ну пути не не пересекались вот вот так вот через статью как-то пересеклись поэтому у меня очень хорошие отношения не думайте что я что-то там такое-то и честно говоря у меня сложилось мнение что именно интервьюер так подставил председатель правительства задавал такие вопросы ставил их как-то неверно и на мой взгляд конечно и мне кажется это ну и честно говоря мы с собой не и не любители что-то там с кем-то ругаться агрессивно нет 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 все по существу ну в общем начнем сразу по по вопросам если ты чуть ты ты я буду отвечать не но ты тоже буду будет добавлять вот вопрос гелян герасимна начнем с важного критерия оценки работы правительства республики выполнение целевых показателей вот меня вот это бесит термин целевых показателей индивидуальной программы развития калмыки некоторые из них выполняется с опережением другие состава ним какова ситуация на сегодняшний день но сам вопрос вообще об это об индивидуальной программе ты они слышал вообще я однажды ее как-то я читал ты читал это где говорилось о водоснабжение республики калмыки путем проектирования населенных пунктов вот это ну помнишь мы смеялись в каждом селе станция лишь бы сумму нагнать вот и тогда обозвал эту программу вытягивание денег нет дипломная работа студента троечника а ну на уровне до такого помню что студента лишь бы это если они этой программы придерживаться то она была а в ней еще есть целевые показатели вы можете знать что такое целевые показатели ты экономисты когда я что-то делают они будут считает снизить это безработицу на столько-то процентов или там на столько-то процентов поднять зарплату а что это такое на столько-то процентов увеличить поголовье или площади какие-нибудь а тем не менее этого надо в натуральных показателях я так считаю вот советское время всегда было это выпустить столько-то пар носков или трусов или принимал железный план госплан да да и он выполнялся если не выполняю что получишь по голове ну вот а здесь вот мне знаешь как хотелось бы на этот первый вопрос ответить дело в том что в первую очередь нужно правительство обратить внимание на выполнение закона о правительстве республик калмыкия не выполняется из года в год меня вообще по прокуратуру удивляет как как можно из года в год и правду не выполнять основной закон он состоит из двух частей как бы есть сам закон о правительстве республика калмыки есть регламент и республику правительства республики калмыки о чем это говорит о том что правительство должно собираться каждый месяц и не на совещании. Вот четко всегда совещание это когда люди собрались, мы с тобой посовещались, поговорили и разбежались в разные стороны. А заседание это когда повестка дня за месяц в Кальмыгун, кстати, официальная газета. Я хотел тебе еще посмотреть, указать, какой сейчас Кальмыгун, да? Маленький. Раньше помнишь на развороте постановление заседание, все освещалось, все было видно. Сейчас Кальмыгун открываешь какие-то какие-то статьи, ненужные народу. Веселые картинки. Веселые картинки, да? Какие-то фестивали. Мы сейчас о фестивале хочу сказать два слова, да? Наша республика становится как этот вот произведение Носова есть «Не знаю-ка на острове Дроков». Ну, это я, может быть, грубо сказал. Ну, такое зло, это ощущение, да? Фестиваль песка. Я думал, это шутка. Блеф. Он прошел. Как прошел? От него же отбивались? Фестиваль песка. Пресс-шоу. Был. Значит, что у нас еще осталось сделать? Фестиваль тюльпанов есть, фестиваль махан-фест есть, лотосы есть. Теперь у нас осталось еще сделать фестиваль вот этих бурабчиков, в степи ходят, тайфунчики, пыль поднимая. Фестиваль его надо сделать, потому что в Ростове, в Москве таких нету, в тайфунчике, а у нас есть. Люди приедут, посмотрят. И заодно познакомятся с калмыцкой кухней, традициями, покатаются на мероплёдах. А потом, когда фестиваль заканчивается, люди приходят домой, ну, как я и говорил, к разбитому корыту. Ну, хватит уже фестиваля, надо уже заниматься чем-то действительно продуктивным. Ну, вот, и почему, вот я же про заседание и начал, на заседаниях этих могли бы разработать вот эту программу. Что такое индивидуальная программа? Это вообще, которая сейчас, на данный момент, это просто чтобы деньги, просто бумага, которые позволяют выпрашивать деньги из федерального бюджета. Ну, в общем, что тут, это, о безработице что-то писали. Ну, безработице, понятие такое очень растяжимое, мне кажется, потому что на службу без занятости регистрируются не все. Не все, не все. Потому что толк от этого регистрироваться, приходить, отмечаться. Уже многие не ходят. Статистики нет. Самозанятых много. А у них там, видишь, снижение уровня безработицы. Там какой-то термин был осторожный оптимизм. Что это такое? Ты знаешь, что это такое? Осторожный оптимизм. Ну, вот здесь, я в статье вычитал термин осторожный оптимизм. Да я как-то не... какой-то граничащий граничащий с таким пессимизмом неявным. Вот какой-то термин такой. По безработице бывает. Ну, безработица, честно говоря, у нас просто нету реальной экономики. Откуда у нас взяться рабочим местам? Здесь пишет председатель правительства, что у нас создано 1200, 1300 новых рабочих мест. Я хочу... А где? Я не знаю. Они анонсируют строительство электростанции, ветряков, солнечных, возобновляют вот эту энергию. и все время говорят, что это будут дешевые киловатты, это будут рабочие места, это будут еще там какие-то их лозунги. На самом деле киловатты к нам в республике не идут. Ни один. Рабочих мест я вот спрашивал, кто там работает. Ну, максимум там сторож. Максимум... И кто-то там следит за переключением. Все. Ну, какие... А 1300? Ты же кандидат по Юстинскому в району? Да, по Юстинскому. Вот у нас... То есть ты прочел, что там запланирована теплица, тепличное хозяйство в Цыганамане? На федеральные деньги на федеральные... На федеральные... На размере 2 миллиардов 100 миллионов. А, 2 миллиарда? 2 миллиарда 100 миллионов. Это колоссальные деньги на строительство тепличного коммерса для выращивания роз. А это, я так понял, холдинг, большой холдинг. А что республика от этого получит? Ну, максимум, там будет сторож работать. Да? Потому что агрономы приедут... Цветы подрезать... Агрономы приедут на такие... Если такой большой коммерс построить, они приедут с других регионов. Ну, и весь на вас, что ли? Весь. И вся продукция будет уходить... Ну, зачем колнуки столько рост? Они будут продавать ее. Ну, это частная компания. А прибыль куда будет деваться? Ну, я 100% уверен, что только налог на землю будет на 6 га, а остальное, извините меня, он зарегистрирован где-то в другом. Там, может быть, на Канарских островах. Ну, может быть, это... И все, что ли? Получается, что мы... Мы простаки, что ли? А ты посмотри, другие объекты как делались? Что изменится? Ну, я уже говорил об электростанции на 8 микрорайоне. Ребята зарабатывают деньги, а от колнуки от этого не холодно, жарко. И еще один объект будем строить. И при том, что они, когда побочную энергию в виде пары горячей воды отдавали все эти энергосервисы на отопление рядом лежащих микрорайонов. И на банкротствующие. И совестью не хватило подать на банкротство энергосервис, градообразующий практически предприятие города. Если его банкротят, тогда тарифы на тепловую энергию и так большие, они станут вообще... Вот та же история получается и ждет нас с этим тепличным комплексом. Ничего нового. Ничего нового. Ничего мы не получили. Вот эти лозунги рабочие места, инвестиции. Вот это страшное слово инвестиции прижимается. Ну, они просто не понимают, что это такое. Они не понимают, но они где-то их вычтили. Инвестиции. Вот, знаешь, как, да? Инвестиции, рабочие места. Для этого есть понимание, что такое инвестиции, что такое деньги. Ну, я думаю, что мы в клубе 17 как-нибудь пообсуждаем это, но не будем отвлекаться. Давай. Меня больше еще зацепило это, то, что журналист еще так вот я хорошо подчеркнул, к Герасиму я хорошо отношусь. Кто брал интервью? Нет. Нету. Они не подписывают. Прячут лицо и ничего. Вот они поставили к Герасиму и задают вопрос. Где тут про миф-то? Все мифы. Это размечание мифов. Ну, размечание мифов. Они все. Это про электроэнергии, бедность, рабочие места. А, зарплата. Зарплата у нас, оказывается, 37 тысяч, да? Вот, да, вот зарплата. А, вот она, 37 тысяч. Ну, я не знаю. Ну, сразу. Если вот сейчас вот мы этот ролик выйдет в пространство, люди просто надо просто обратную связь сделать. Это средняя температура по больнице. То есть средняя зарплата в Белом доме. Вот и все. Что там? 37 тысяч, наверное, подойдет, да? Ну, может быть. А, в основном у нас зарплата это 18-20 тысяч, да? За пределы Белого дома там 18-20 тысяч. 18-20 тысяч. А на селе и того меньше. А вот это вот говорит 37 тысяч рублей. Ну, просто надо сделать соцопрос какой-то, да? Поехать по населенному. Ну, вот, давай я тебе объясню. Ты тоже немножко не понимаешь это. Вот часто приходится слышать, что сдерживающим фактором для прихода инвесторов является высокий тариф на электроэнергию в Калмыкии. Выше, чем в средних регионах. и председатель отвечает это еще один миф. На самом деле это было еще пару лет назад. Ничего там не пару лет назад. У нас самый высокий тариф на электрическую энергию для юридических лиц. Надо вот так подробно отвечать, а то журналист задает вопросы и не акцентирует, что для юридических лиц. У нас состав какой получается? Для населения у нас тариф 6 рублей, что является константой для всей России. Мы примерно платим физлицы, жильцы платят примерно одинаково по всей России, по всей территории России. Но есть такое понятие общий котловой тариф, который рассчитывается затратным методом. То есть сетевые компании в службу по тарифам подают все свои затраты и при помощи этого все рассчитывается. потом накидывается сбытовая надбавка от гарантирующего поставщика и получается скажем у нас в республике больше 8 рублей получается. И чтобы платить чтобы выставлять тариф счета населению по 6 рублей то есть получается как бы пропорция перекашивается и надо тогда задирать для юридических лиц. Ввиду того, что юридические лица у нас меньше чем население получается у нас задирается тариф до 10-11 рублей для юридических лиц. И это самый высокий тариф в Российской Федерации. В общем Геляна Геннадьевна сказала, что 6 рублей отталкивается для населения 6 рублей у нас как по России и это ответ ее верен. Здесь мы можем с тобой предполагать дело в чем что может быть для населения у нас меньше но у нас может и общий котловой тариф может быть ниже может быть у соседей но это ни о чем не говорит это промежуточный промежуточный финиш 8 рублей есть же такое понятие вот это вот то что для населения 6 рублей для юрлиц это это понятие называется перекрестное субсидирование то есть бизнес субсидирует населению своими прибылями а какие отходы прибылям взяться если они так еле живые как можно говорить о низких тарифах если у нас все загибается в республике когда председатель правительства должно быть известно что у нас или ста водоканал предприятие тоже градообразующий выводится на банкротство сейчас там сидит арбитражный управляющий они директор назначенный управляет предприятием я понимаю там чисто по жизни может быть ничего не случится но просто это же нездорово тот же самый электроэнергосервис никто ничего не занимается и все инициаторы вот этого банкротства это наверное только энергетики да это энергетики подают но энергетиков тоже что их клеймить они же живут у них люди работают у людей семьи туда и сюда и изношена структура до нельзя они даже не могут ковложения делать вот скажем председатель правительства есть понимание холостого хода холостого хода трансформатора это когда трансформатор не догружен он берет энергию все равно из сети он же стоит гудит а кто должен это покрывать и несчастные эти сетевые компании сетевые компании не могут не давать энергию скажем водоканалу и энергосервису потому что это жизнеобеспечивающие предприятия и получается в никуда они отдают электроэнергию им деньги обратно возвращают неполной мере и получается у нас перекос экономики которым должно заниматься правительство у нас например опять же напомню эта электростанция на исход и возрождение практически 18 мегаватт она могла бы половину города на пике обеспечивать электрической энергией тем не менее эта электростанция работает в неполную силу и вот эту энергию которую она вырабатывает она через федеральную сеть электрической энергии передает их ну каким-то там своим покупателям с которыми у них договор и по более низкой цене далеко не 11 рублей скорее всего рублей по 6 не продают такая ситуация и с магнитом магнит тоже это вот элемент распределенной генерации ну никто не изучает я все время вопрос поднимаю правительстве к юкею наверное геннадьевичу рассказывал ну как стену горох вообще ничего никакого движения нету территории соседние регионы делают такие вещи а мы не можем у нас и получается да вот этот магнит семейный он получает электроэнергию от своей собственной электростанции, которая замещается в станице Динская Краснотарского края. И они покупают ее много дешевле. И платят не как наши юридические лица по 10 рублей, а платят допустим там, ну пусть 5-6 рублей, да? Ну, не буду говорить размер, не знаю, но все равно это точно не 10 рублей. С ними конкурировать тяжело. А как с ними конкурировать? Они могут что угодно развить. Хорошо, хоть они сети, а если бы они прямо уперлись на наш магнит, который здесь на Ленина, так этот магнит всех уложит. Одной левой, как говорится. Потому что дешевый. Так и происходит. На площадку смотришь машины, днем и ночью забиты машины. Там тем более еще сделали вспомогательные какие-то там офисы продаж. Ну я еще расскажу, чем мы занимались. Мы за эти полгода первые полгода этого года мы создали предприятие называется «Система РГМ». Ну, она записана на меня лично. Система распределенной генерации этого расшифрована. То есть мы хотим уже развивать и мы будем развивать. Почему Олег Викторович идет кандидатом в депутаты? Потому что у меня тоже наказ как у избирателя для тебя растолкать все-таки эту программу распределенной генерацией, которая позволит уменьшить тариф для юридических лиц. Для населения ну останется, может быть получится. И для населения посленно получит прибыль. Они посленно получат, когда упадет тариф на воду и упадет тариф на тепло. Но этим же никто не занимается. Можно было давно городскую электростанцию построить, заставить эту электростанцию, которая на исход возрождения. А те демонстративно взяли обрезали кабели, которые запитывают на город. и городские власти спокойно И еще подают в суд. Еще и в суд подают. На банкротстве верно селятся же. Это в мою квартиру кто-то пришел, парень, сел в грязных сапожищах на мой диван и говорит еще это. Это мой диван. И на меня в суд подают. Это что такое вообще? Мы должны заканчивать с этим. Вот у тебя лозунг поверь в себя. Мы должны поверить в себя, что мы можем сами свою экономику. Это самый основной принцип, что мы должны в себя верить. Мы должны поверить. Мы должны своим детям. Поэтому мы должны в себя поверить. Мы должны создать и оставить после себя крепкую экономику. Это в наших силах. Она должна быть не независимой, как многие наши протестники говорят, а мы должны создать самостоятельную калмыкию с самодостаточной самостоятельной экономикой. И надеюсь, что Геляна Герасимовна услышит наши речи. Мы не забираемся ни с кем там пикироваться или еще что-то. Но все-таки нам нужно создавать. Вот просто Геляна Герасимовна могла бы с нами встретиться, просто мне, например, претить вот этот порт Лагань. Кому он нужен нам здесь в республике, порт Лагань? Но я понимаю, что какие-то инвесторы будут использовать это. Ну, может быть, хорошо, но опять же, какой-то дворник будет только деньги получать, прописанные в Калмыкии. Скажем, вот прошлое Калмнефть, господи, это было наше родное предприятие калмыцкое. Что там сейчас происходит? Там же местных-то практически нету. Было ЧНГДУ, Черноземельское нефтегазовое добылощее управление. Там наши работали. Сейчас уже никого нету. Ну, и уже и предприятия, как такого нету. Я тебе не сказал. Проезжая Юсинский район, я был в поселке Бергин. Это дальний поселок. Ну, я узнал «Полынь», «Полынь». Да. Там городище стоит. Я посмотрел номера татарские. Там нефть. Они там ведут разведку нефти или газа. Но я так думаю, что нефть. Может, разведчики? Разведчики, да. Но там столько техники. Это даже больше, чем население поселка Бергин. Где освещение вот этих работ? Где наша Аршанская нефтеразведка? У нас же все есть. Было. Ну, про поживотные ресурсы много можно поговорить, честно говоря. Меня убивает хаптагайское месторождение. Хаптагайское месторождение. Ты такое слышал вообще? Хаптагайское месторождение. Да, да. Я слышал из СМИ, когда анонсировали, что мы вот хаптагайское месторождение. Откуда это? Хаптагай. Вообще, у нас есть такое слово? Хаптагай – это село в Якутии. Вот. А у нас есть ханата. Она называется ханатинское. Ну, либо, видимо, не дочитали, как-то донесли неправильно. И она пошла через СМИ и уже назад не скажет, что, ой, извините, это ханатинское месторождение. Так и будут говорить. Вот прямо будут говорить, это ханатагайское месторождение. Ну, и понимающие люди сразу говорят, просто выключать телевизор. Зачем так? Ну, это вот просто о том, что касаемо федерального имущества или процессов федеральных. Вот мы себя так поставили, что нам это ничего не служит для нашей республики. И вот это их обращение? Вот это вот наше поклонение. Больше наше правительство превратилось в компрадоров. Компрадоры, ты знаешь, это продавцы, которые работают на оккупантов. Ну, что-то в этом роде. Ну, нельзя же так себя вести. А оккупантов в данном случае, не надо говорить, что федеральный бюджет, оккупантов в этом случае, это просто, я считаю, это либеральные группировки. Это олигархические структуры. И когда еще меня прям коробит, когда говорят, что у нас кадровый голод. Да не кадровый, у нас голод. Да нет у нас кадрового. У нас не кадровый голод, у нас специалисты уезжают, потому что нету рабочих мест. Их не создают. Нормальных рабочих, мы не говорим там о санитарках, об уборщиках. Они, конечно, тоже нужны, но, мне кажется, вот, если посмотреть вот эти 1300 рабочих мест, в большинстве будет это сторожа, охранники. Я не знаю, там уборщики, это сейчас по-другому, как говорят, да? Не будут таких высокотехнологических рабочих мест. Клинеры. Клининг. Клининг. У нас еще много времени, а то мы это... У нас, я вот знаю, сколько у меня друзей инженеров высочайшего класса, они в Москве работают. Потому что они выучились на это, и они знают, сколько стоит их интеллектуальная собственность. И они ее продают. Здесь ее продать невозможно, в Калмайкии, потому что нету таких. И вот у нас правительство, мне кажется, да, оно создано для того, чтобы, я не знаю, для кого-то работать. И для галочки. Вот эти все станции, вот этот тепличный комплекс. Приходят какие-то чужие. На федеральные деньги строят. Потом нас наймут, чтобы мы там пыль вытирали, розы обстригали, а они будут их продавать. Но я уверен, что налоги с продаж не пойдут в казну Калмайкии. Я же тебе ничего и хочу напомнить. Ну, ты же газовик, ты прекрасно знаешь, что в твоем округе, в Юстинском, находится совхозное месторождение, действующее. Там уже убили несколько скважин, да, уже? Не, ситуация там более-менее нормальная. Нормальная? А то я так читал, что у пары скважин уже все, хана. У меня такой информации нету? Ну, я статьи читал, уже не вспомню. Ну, хорошо, не буду утверждать. Главное, что это месторождение собственного газа. То есть уже можно даже, если газопорочневую ставишь, то электроэнергии еще меньше, чем 2 рубля будет. Потому что газ, извините, калмыцкий, уже он не будет через сетку газпрома проходить. Я вот... И еще месторождение, которое не разрабатывается, но оно уже разведано, да отдала на Ирнеевского. Ты знаешь, оно еще больше, чем совхозное. И вот сейчас Бергене. Если они даже там найдут нефть, все равно совхозный газ будет обязательно. Вообще, калмыкия территория уникальна. Здесь нефть, газ, все есть. Но я не могу понять, почему наше правительство дает все условия прористым организациям и ставит их там, где есть вода, есть газ, есть потенциал людской, да? Почему своим предпринимателям не дать такие возможности работать? Это вопрос образа мышления. Дело в том, что когда во главе угла стоят деньги, то есть ты расчеты ведешь от денег. Сколько денег? Деньги, товар, деньги. А не товар, деньги, товар. Мы должны думать о процессах, которые мы делаем, а деньги это вещь, которая помогает крутиться этим колесиком, этим процессом. Так ведь? Так. А если ты думаешь о деньгах, то о процессе, ты не понимаешь вообще, что за процесс это происходит. Слушай, ну если у них правление кратковременное, и они как бы боятся, что не успеют, может быть вопрос о деньгах-то остро стоит, и поэтому так происходит? Не, ну самый простой способ, это вообще делать дешевую электроэнергию и заниматься майнингом. Ну это тоже на первую очередь. Или дата-центры развивать, за ячейки там брать деньги. Это очень хороший бизнес и чистый, и очень современный это для айтишников. Почему это не делать? У нас целый министерство своего развития, и что? Ничего нет. Ну мы можем сделать технопарк именно такой, один, отдельно, где-нибудь в Барханах сделать технопарк. И вот майнинг. Я знаю, что Бархан поближе к воде. Майнинг ферма. Кстати, Юсинский район самый перспективный в нашей республике. Там есть газ, земля, вода. Вот все. И федеральный отрас. А электроэнергию мы сделаем. Поэтому здесь будет очень большой толчок. Я просто вангую, как говорится. Очень большой толчок будет в Юсинском районе. Если нормально, будем подвухать. Выход на дальние зарубежья. Нам уже пора заканчивать. А, да. Ну и коридор северо-юг сейчас сформируется. Через Волгу, конечно, это связь с Ираном и так далее. Ну и далее Идея. Ну это мы уже это. А потом космические корабли. Это ты представляешь развитие Саганамана? Это, я так думаю, что при таких условиях родится еще один индустриальный Саганаман. Мощный. Ну совсем уж не надо индустриальный. Мы тогда потеряем... Если у тебя будет речной малостанажный флот, он даст очень большой толчок. Это торговля напрямую с Ираном. Но нам население, надо самим потрудиться, чтобы население... Вот поэтому надо... Притоком. Вот поэтому надо людям рассказывать, выходить почаще в эфир. И поверить в себя. Пожелаем мы, да, и Гиллиан Герасимович тоже пожелаем поверить в себя. И поменьше с такими журналистами разговаривать. Мы должны вести с ними диалог. Они должны нас слушать, ой, слышать. И поэтому мы не в пику идем. Ни в коем случае. Ничего в пик. Мы хотим разговаривать, обсуждать, находить какие-то выходные ситуации. А не так, что вы там бьетесь, бьетесь с утра до ночи, а мы тут враги ваши. Не так же. Ну, всего хорошего. Всего, до свидания. Если интересно, мы можем еще потом как-нибудь беседовать. Мы бесконечно с ним беседуем. До свидания. До свидания.